Приветствую тебя! Это обзор от Mop.ua и я Trash. Итак, сегодня перед тобой очередные уличные гонки под названием Race Elegal. На этом бы и хотелось закончить этот обзор. Так что это был обзор от Mop.ua и я Trash. До новых встреч! Ладно, пошутил, а теперь за работу. Итак, разработала игру компания Apetrus. Apetrus, да пофиг. Перед тобой стоит непростая, но очень интересная задача. Побеждать в нелегальных соревнованиях, получать деньги и усовершенствовать машину. Вот такие вот нововведения. Прямо сейчас я должен предупредить, что в игре не человеческая система донатов. Нет, как и обычно, ты можешь пройти игру ничего не покупая. Можно с легкостью насобирать на нужное усовершенствование и новую машину. Да и VIP-тюнинг тут выглядит так, что даже к лучшему его не покупать. Но в каждом меню игры есть огромная и беспощадная кнопка убрать рекламу. Но даже она не настолько беспощадна, как сама реклама. Она преследует тебя везде. В меню, в гонке, в магазине. И даже успевает перекрывать диалоги, загрузку и количество очков при дрифте. Дабы не рекламировать продукт, вместо черных квадратов я буду перекрывать баннеры псевдорекламы. Чтобы ты был готов к тому, что тебя ждет, если ты не заплатишь. Сюжет. После того, как твой брат попадает в аварию, по вине клана Ворон, ты становишься гонщиком, чтобы оплатить лечение и отомстить банде. Брат знакомит тебя с гонщиком по имени Вася, который и наставляет главного героя на дорожный путь. Сюжет подается в стиле «Привет, 90-е». Фотографии, как я понимаю, разработчиков, под которыми появляются фразы персонажей. Не хватает еще подобающего звука из сеги. Но зачем гонкам сюжет, тем более такой? В гонках главное – это гонки, на которых мы участвуем в гонках. А в этом плане, Рейс Элигал – это самое что ни на есть гонки, где у тебя есть машина, которая едет по дороге. Так что придираться тут не к чему. Разве что к графике, которая еще больше вызывает воспоминания, чем стиль повествования сюжета. Она напоминает первый Нетфроспит 1994 года. Да, разработчики постарались на славу. Я и правда почувствовал ностальгию. Даже вырезанные фотографии деревьев, как и раньше, провожают взглядом, поворачиваясь за тобой из-за отсутствия объема. А встречает тебя недвижущийся горизонт, которому ты никогда, увы, не доберешься. В общем, все очень грамотно и выдержано в стиле. Почти в каждой сюжетной гонке с тобой будут соревноваться еще пять соперников за первое место. Если ты не дойдешь до финиша первым, тебе не дадут возможность перейти на следующую карту. Помимо будут уровней, в которых ты должен разбить машину соперника. А иногда будут встречаться одиночные трассы, суть которых заключается в доставке или проверке на скорость автомобиля. Также в игре присутствуют гонки по сети, за победу в которых ты, как и в одиночной компании, будешь получать деньги на дальнейшую прокачку и покупку авто. Коих здесь всего девять. Класса А, Б и С. Способов управления тут аж три. Первое – акселерометр, где ты можешь выбрать автоматическое или ручное ускорение и выполнять повороты путем наклона твоего устройства. Второе – экран, где поворот будет выполняться нажатием на правую или левую часть экрана. А третье – руль. Нажав пальцем на любой части экрана, появляется руль, который будет поворачиваться в сторону, направляемую пальцем. Все варианты довольно удобны и не вызывают раздражения. В начале игры есть обучение, после которого ты узнаешь, как сменить вид, использовать тормоз, нитро, боковые зеркала и карту. В общем, с этим у тебя проблем не будет. Также в настройках можно изменить язык, сложность гонок и стиль музыки, который будет играть. Так что у нас в итоге? Графика сильно устаревшая, даже для Android, но достаточно проста для обработки на слабых аппаратах. Глупый, но доставляющий сюжет. Игра очень удобная, но напичкана рекламой, что вызывает дискомфорт и отвлекает. Как видишь, довольно сложно определиться с ее плохими и хорошими качествами, поэтому решать тебе. Если ты любишь погонять, но у тебя слабый аппарат, если ты понимаешь, о чем я, эта игра именно для тебя. Вот и все, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, рассказывай братюням и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!